всем привет на аликейди программ и сегодня я сделаю программу это третья часть вот для вот этих вот часов сегодня я сделал программу на яске программирования scratch поехали теперь давайте рассмотрим нашу программу большого изменения во всей программе часов которые у меня уже были до этого я делала на скречи здесь в общем-то не поменялось ничего только в двух у двух спрайтов я поменяла движение стрелок то есть я изменил здесь движение стрелок на виртуальности я изменил ее то чтобы они двигались в реале на часа которые я сделал из него если вы зашли сюда не случайно а уже но хоть и хотите сделать такие же часы и также хотите программировать их на скречи но также я оставлю под этим видео ссылку о том как сделать саму программу потому что сегодня я всю программу рассматривать конечно же не будет это займет большое количество времени и конечно заставлю ссылку на то как собрать эти часы из лего boost давайте начнем рассматривать а самое первое что я хотела бы встретить это наверное минуты это вот это красная стрелочка что у нас здесь поменялось здесь я основном все изменил на вот эти черные блоги на движение стрелок когда он взял мне по флажку он задает примерно минут значение 0 и выращивать ее на начальное значение то есть на 12 часов да мы начнем движение мы получим от секунд да у нас еще будет 60 секунд тогда минуту продвинуться на 6 градусов то есть на одну минуту следующий скрипт это когда я получу стоп время . мы будем сдавать или сдавать будильник что мы здесь делаем мы здесь опять же просто все то же самое устанавливаем позицию мотора c значение 1081 то есть начальное значение конечно же у вас может другое значение что вы как можете посмотреть вы можете посмотреть в сенсор c и сенсор b у меня так центр c вы видите положение нынешнего мотора а c то есть данном случае это средний мотор где он сейчас находится как нужно поставить специальное значение потом когда я получу минуты а то есть ты когда мы будем создавать время тогда он сдает переменные минуты значение ответа который мы получим и нам нужно потом будет выставить минуты так на циферблате часов из лего буст так чтобы они стояли как дал нам пользователь что мы должны сделать мы не должны просто сразу перенести потому что вдруг стрелка находится не на 0 минут и что делать мы должны из начального начального значения то есть 183 в моем случае прибавить то количество минут умножить на 6 градусов который задал нам пользователь и получили у нас он задал 5 минут то 5 я умножаю на 6 получается 10 градусов 1081 в начальное значение плюс 10 градусов это получается 1111 градусов получается так да все верно и он поворачивается на заданное количество на заданную минуту на часах что у нас еще изменилось здесь у нас изменилось еще больше всего в справе в часах то есть часовой стрелке да что у нас здесь изменилось да вот видите у нас здесь есть большой скрип но конечно же я его рассматривать не буду он не такой уж и сложный он достаточно легкий просто немножко закувистый вот так же как сделать и полную разборку его вы можете видеть на втором видео по ссылке в описании который оставлю под видео да что у нас здесь поменялось когда он шелкнул флажку он конечно же поставить нашу свою стрелку на циферблате часов лего будет вот этот блок он ее поставить на начальное значение на 12 часов в данном случае это ты 4 тысячи 265 градусов потом когда он проверит минуты равны нулю когда он уже будут равны 60 градусов там проверить минуты равны нулю то есть уже можно извлекать сейчас там винить на 14 раз почему на 14 градусов они сразу на один час вот скажи почему потому что когда он получает а он каждый раз проверяет там получает от минуты сообщение движения часы каждый раз проверяет а не остаток отделения минут то есть например 12 минут мы делим на 12 час но остаток отделения минут на 12 будет равен если да тогда мы двигаем стрелку на одно деление именно и на 1 час а именно на 1 деление да аккуратно сейчас это обратно поставим что у нас изменилось здесь здесь у нас поменялось только синих блоков то есть движение с блоков движения минус такое количество градусов если вспоминалось на вот эти черные блоки лего буст да а мы переворачиваем мотор b на какой-то на на полное количество часов то есть начальное значение мотор 12 часов это 4265 мы прибавляем к нему градусов полный давайте откроем список в котором я покажу вам как здесь небольшой разбор конечно я сделаю полные часы здесь как видите у нас показано а полное количество то есть например 0 часов это 0 градусов это 12 часов 70 градусов это один час ну и так далее как вы понимаете все получилось 12 часов да и мы прибавляем определенных листов то есть полные часы к начальному его значению так делали это в минутах только здесь уже с часами и мотор б после этого вначале наш программы когда мы видите иначе у нас здесь но но вот эта программа у нас будет действовать только тогда когда у нас будет будет минуты меньше чем 12 или будут равны нулю но если у нас не так тогда мы будем выполнять вот это вот действия я вам сейчас все весь покажу вы можете где-нибудь на себе на скрочке это записать то есть блок курсу 8 до что мы здесь делаем почему они стоит мотор b в позицию ты 4265 градусов полный еще плюс градус не полный зачем раз и полном чтоб поставить мотор в полный чеснор 12 часов один час и так далее а и еще какой-то обрезок времени который мир 12 минут он должен учиться на одно деление то случается не будет мир один час еще на одно небольшое отделение вот поэтому здесь у нас стоит и то и другая и та и другая переменная ну и в общем то здесь я как можете видеть здесь других изменений больше никаких нету в самой программе да вот у нас здесь программу установки времени а и программа потому по будильнику теперь давайте протестируем поехали теперь давайте протестируем установку времени установим само время и посмотрим как оно отобразится наше часа сама делаем мы нажимаем на флажок нажимаем на синюю кнопочку будет сколько у меня сейчас время я нажимаю единицу а и здесь давайте ведем так что число отрезка на два отрезка на два деления вводим 24 минуты и теперь пусть это будет 5 часов готова отлично программа по установке времени на этих часах работает как вы видели я установил 24 минуты вот они и 5 часов вот они потому что у нас есть 24 минуты немного небольшая часовая сделка сдвинулась на два деления теперь давайте проверим как работает будильник что для этого нам нужно мы нажимаем на красную кнопочку еще раз мы нажимаем на красную кнопочку и вводим пусть будет одна минута так будет легче и на чисто то есть ноль часов наш программе безусловно можете спать теперь дать протестируем как он работает поехали подведем итог сегодня я спрограммировал вот эти часы на эти программирование скретч сегодня мы сделали так чтобы они шли раз сделали так чтобы они можно устанавливать время это 2 и 3 это конечно что не может устанавливать будильник и они срабатывали на то время которое мы и поставили на этом все за подписываться на канал ставить лайки ну а так всем удачи всем пока друзья